всем привет с вами ранор и прекраснейшего вам настроения это серия не серия даже новости обновления я подписался на экспериментальное обновление для того чтобы вам рассказывать о том что происходит в игре во первых да появилась такая вещь как изменились настройки инвентаря сильно сильно поменялись таким образом то есть у вас появилась такая вещь как костюмы и даже некоторые вещи которые допустим вы будете получать в процессе будут появляться сразу здесь у меня вот например сейчас есть компьютерный чип и только благодаря этому я вижу как сделать этот инвентарь если бы у меня не было компьютерного чипа то я бы просто не знал бы как сделать у нас начали только базовые знания о том что можно сделать и со временем наша копилка знаний конечно же будет пополняться допустим допустим давайте мы себе добавим некоторое количество кварца так чтобы это случилось нужно нажать f3 давайте заодно поднастроим настроечки улучшим водяную поверхность я даже не знаю стоит давайте в нолик и и надеюсь антиалейсинг нет интересен и нельзя как знаете да вот антиалейсинг бывает можно бывает нельзя убрать то есть как на что это работает из-за чего иногда можно иногда нельзя его включить честно говоря даже не знаю сосо кстати добавляет больше глубину теней но опять же производительность у нас дико при этом падает ну в принципе да вот в этом можно играть так теперь давайте уберем и попробуем f3 запускается и дадим себе некоторое количество силикона давайте лучше не силикона а кварца кварц ну допустим десяток кварца себе сразу дал так вот прям бабахнем и вот теперь у нас появилась возможность сделать стекло возможно сделать силикон почему что в квартире сделал я не знаю ну да ладно да наверное давайте еще пяток титана титан если у нас был бы титан слышите вот нам сообщает первый раз что вот случилась беда на авроре и начинается мониторинг того что же там происходит вот новые предметы на свете появились только тогда когда у нас появились реально технологии для их изготовлены предметы для их изготовления и естественно самое первым делом нам нужно создать естественно радиейшн сьют потому что без него нас сразу расплющит я его пока создавать правда не буду компас кстати говоря размещается уже вот сюда то есть не нужно где-то его здесь отдельно хранить сюда вот будет появится такая вещь как температурный как градусник вот давайте сделаем сразу его градусник себе к сожалению я не знаю чит куда вот сюда так и не выяснил на самом деле я думал что экзо скелет сюда до экзо экзо костюм сюда появляется место именно сюда его нужно вставить оказалось нет но кажется он все таки уже заработал и вот ребрессор опять же не знаю рабочий он или нет но как минимум он вмещается вот сюда давайте все таки я сделаю наверное костюмчик и который выглядит почему-то как пласты ну да ладно оставим тогда совести разработчиков но девать я пока его не буду что нам интересного еще может понадобиться ну в принципе для того чтобы показать что да как нам наверное понадобится еще такая вещь как симот поэтому для него мы сейчас делаем наверное такую вещь как конструктор вот опять же это power cell парочку сразу себе закажем чтобы мы смогли построить такую вещь как конструктор для него нужно титановый слиток а те посмотрим а просто проще сделаем пока вот сразу под пробегаю пока не началось так и вот он конструктор среда конструктора в дизайне цене изменился так еще мне понадобится как насколько я помню стекло и понадобится по моему все кажется этого будет достаточно давайте поставим конструктора он стал как минимум забавным теперь эти такие появились штуковины летающие правда они не участвуют в процессе изготовления но но не забавно да симот и мне нужен блюпринт на симот давайте симот фрагмент себе найдем это все мол фрагмент 4 почему 4 я вам объясню и сразу кстати парочку купера в этом топпер давайте даже не парочку 4 пока нам этого достаточно чем больше оказывается сейчас не знаю это было в прошлом обновили или в этом но сейчас если мы запустим сюда зарядим а сразу аж 4 фрагмента до одинаковых то они начнут в четыре раза быстрее исследоваться как видите вообще про скорость исследования максимально увеличилась но сами предметы из мира к сожалению не не исчезнут вот такие вот дела так давайте вернемся на наш конструктор кстати к тукам подлетаем вот эти штуки мини вентиляторы появились забавные давайте посмотрим на наш инвентарь добавим себе наверное некоторое количество еды чтобы просто подготовимся фиш 6 новая технология открылась как видите достаточно быстро симот они смотрите полетели полетели раньше они не летали вот и прям вот классно это мне нравится просто я почему-то видел что не летали или глюк может какой-то был классно видите они то есть сделали свое дело и ништяк так и да нужно еще предметов а этом диск так вот тоже штучек 6 пускай у нас будет чтобы могли без проблем сейчас на ускоренном времени до дождаться давайте даже конструктор демонтируем наверное заберем с собой чтобы просто не забирал у нас скажем так ресурсов игры потому что это на самом деле действительно проблема сейчас просто я сейчас буду ускорять время принципе принципе радиацию радиационный костюм я все еще не одеваю потому что симот будет дожидаться своему времени пока мы как раз таки так и чит-код стать я веду на оксиджен да чтобы у меня если что не тратили свое время на всплытие для кислорода и так далее давайте ускорим время надеюсь у меня сейчас проблем из этого не случится никаких давайте спид 8 записью проблем не случится и на вот как раз таки на второй на первом закате или середине ночи должно произойти следующее сообщение подготовимся ввести чит-код на спид 1 чтобы время восстановить чтобы зафиксировать точно когда это произойдет кстати не было интересно ладно сейчас сейчас услышим это сообщение даже на вся ночь прошла кстати говоря немножко рандомно кстати вот бывает что прям сразу это происходит а бывает что некоторое время приходится подождать пока у эта беда случится и кстати говоря да почему нельзя не стоит стоит начинать игру с нуля если на этом экспериментальном билде а потому что радиация будет как бы играют отчитывать то время которое у вас уже прошло и она вот почему-то появляется сразу же вот именно сразу то есть через три дня кажется уже достаточно чтобы радиация случилось давайте опять 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 скорость когда я хотел узнать да я смогу умножить на пол картинку красивую показать я надеюсь всего этого дела прям отсюда наверно ем постараюсь чтобы у вас была красивая картинка прям того что реально будет происходить это реально это нужно видеть давайте пока спит еще раз на восьмерочку скорость опять в единичку выставим то есть говорят что уже началась проблема очередная так началась утечка и по идее сейчас хотя зона радиации должна расшириться или по и то есть уже аврора станет радиоактивной кажется вот именно с этого момента я не помню наверняка но брать не буду давайте дальше давайте дальше мотать и для чего кстати говоря сделать мотылька чтобы дело в том что я как минимум нашел место где можно точно полазить мотыльки именно внутри авроры действительно дата либо кускаю вот какого-то ну во первых около авроры некоторые вещи точно появится где-то еще должен быть точно кусок самой авроры который можно прям действительно посетите полазить по нему более интересно вот как то так но к сожалению как по мне пока что игра всего лишь является ничем иным как скажем так красивым местом где можно погулять летсплея к и очередного я пока считаю что игра не заслуживает пока показывать больше того чем что я показал я вам не смогу поэтому вот таким вот образом наверное буду пока смотреть и рассказывать о экспериментальных билдах которые будут появляться вот как-то в таком ключе так вторая ночь наступает кстати говоря уже получается наступает вторая ночь и вот-вот появилась уже радиация уже появилась радиация давайте посмотрим но предупреждение кстати говоря никакого нет то есть нас потихонечку начинает колбасит радиации уже но как только я одеваю радиационный костюм все проблемы снимаются как рукой так что можем спокойно продолжить наблюдать за красивым нашим кораблем за авророй вот ускоряем дальше посмотрим посмотрим что будет дальше вторая ночь как бы наступила середина ночи уже где-то ближе к утру восход на втором восходе начнется уже большая-большая проблема как вы видите то есть что сегодня уже случится вот предупреждение на третий день что случится ай-яй-яй и на самом деле случится он достаточно достаточно скоро сейчас восход и где-то в середине дня а может быть и ночи тут уже уже как бы я не знаю немножко рандомно это все происходит но в течение этого дня точно аврора взорвется прям подойдет отсчет что я уже даже не знаю стоит ли мне ускорять или не стоит ускорять от съем потому что сейчас мы просто рискуем красоту пропустить поэтому давайте немножко все-таки подождем потерпим и посмотрим на это на то что будет как это будет выглядеть игра кстати до сих пор осталась все так же не оптимизированной к сожалению она для записи подходит но очень плохо потому что лагает даже на очень и очень серьезных компьютерах к сожалению к сожалению и ничем ничего с этим поделать не представляется возможным давайте попробуем кстати говоря включить побольше красивости чтобы увидеть поочию как это все будет происходить ну наверное попробуем как минимум попробуем не знаю как как это выйдет не вылетит ли у меня запись будет не будет ли она лагать нет все таки вот некоторые вещи я все таки думаю стоит отключить потому что они как минимум они просто некрасивы как как по мне то есть их вообще вот стоило бы наверное ту вещь такую вещь как а может просто у меня наверное карта графическая карта не позволяет это сделать действительно красивым возможно и в этом проблеме рефлекшен я отключу блум да блум оставлю и light shaft оставлю это это потому что прикольно шадов каскады можно тоже убирать вот как то так лод ну в принципе тоже разницы нет хотя нет есть есть разница попробуем попробуем таким образом оставить давайте дальше дальше лицезреть то что будет происходить с авророй вот уже середина дня где-то так полагаю да нет я я потерплю я потерплю потому что хочется всю прелесть вот смотрите началось кстати горение кажется вот либо мне показалось либо сейчас вот началось более активное горение самой авроры то есть раньше она не горела так активно вот она будет все больше и больше на ней будет как бы проявляться кажется вспышек всяких нехорошестей кстати вот в этом состоянии на стабильном было очень долгое время тогда мы раньше играли а теперь вот это состояние будет со временем ухудшаться и ухудшаться пока все таки не случится ну и да радиации фон радиации конечно теперь все дальше и дальше от авроры расширяется это тоже имеет место быть уже пол кажется полдень кстати в игре на самом деле не хватает такой вещи как часов давайте следить за солнцем немножко да и давайте все таки чуть чуть ускорю время и один сразу выставлю потому что там будет время идти на секунды как только все смотрите видите новые взрывы появились обратный счет шикарно реально шикарно вау это того стоило да ребят вот того что я немножко задержался и посмотрел как это все выглядело облака такие ну вот примерно получается треть дня прошла и случилось теперь если я сниму наш костюм давайте верну я теперь уже на место интерфейс теперь если я сниму костюм то радиация меня начнет так быстро колбасить что просто очень неприятно будет нам пожалуй надеюсь у меня получится все таки отснять еще вот этот участок давайте кстати качество графики все таки теперь я подснижу беру bloom беру water surface беру light shafts ну что это не имеет никакого смысла особого кроме как чисто визуального нам интересно посмотреть что же будет там надеюсь у меня получится игра не вылетит в очередной раз как это у меня часто происходило на прошлых летсплеях вот такие дела как видите радиация несмотря на то что имеет место быть никаких печалей и проблем мне не доставляет я спокойно и спокойно в костюме плыву и мало того смогу подплыть практически на максимум самой аврови причем даже наверное имеет смысл давайте поплывем оплывем с этой стороны это вот здесь первый такой вот первую вещь во первых нашел вот смотрите красиво да вот вот такая вещь которая была раньше нам не доступна даже рядом мы к ней подплыть бы и не смогли теперь проблем с этим нет то есть чит на повреждение у меня отключен то есть ноу демо чит не включен дымо чит только лишний кислород так и вот здесь начнутся всякие разные штуковины которые можно встретить где-то здесь можно найти встретить контейнер например сама аврора кстати стала более детально проработанной чем было раньше ну вот где-то где-то я встречал встречал такие вещи как контейнеры прям контейнер с припасами прям так и называлось кстати рыбки тут вполне нормально существуют им как я понимаю вообще никаких проблем и печалей радиация не доставляет вот 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 например контейнер давайте вылезем и соберем его и посмотрим вообще что в нем можно например встретить скорее всего в нем можно будет встретить такую вещь как сигнал да которые раньше найти было нельзя теперь вот они вот прям этих контейнер причем некоторые контейнеры просто лежат на поверхности давайте посмотрим что еще можем да опять этот сигнал всякие разные штуковины в этих контейнерах короче встречается правда некоторые контейнеры проваливаются сквозь землю это тоже было мной замечено маяк ну то есть практически то что можно встретить в вашем вашей шлюпке только вот немножко более обгрыженные вещи то есть упереться можно в эту штуку да мне можно как бы застрять об нее есть плавающие контейнеры ласты есть ну короче всяких-всяких давайте кстати паузерсов возьмем может пригодиться и так же где-то есть ну я наверное да подплывут еще вот к тому месту где где-то есть где-то есть еще непосредственно спрятанный вот участок прям кусок корпуса корабля в который можно залезть а где-то есть даже возможно и целиком сделанные ну не будем я уже оставлю это вам на обследование на рассмотрение вам наверное будет даже интереснее самим поглядеть что там да как но опять же повторюсь еще раз я пока считаю что именно отдельного летсплея сама ну данная экспериментальная версия пока не заслуживает как мне кажется вот можно внутрь заплыть вполне нормально прям поплавать внутри но правда это видите текстурки через которые я могу проплыть насквозь и где-то есть еще вот скрытые такие вещи то есть много и кое-что интересное добавилось надеюсь что кстати говоря что начал работать наконец-таки начала работать такая вещь как возможность гулять под водой в смысле именно погружаться глубже и и наконец-таки начал работать ребрисер на глубинах то есть раньше было замечено что он не работал и надеюсь что начала работать такая вещь как укрепленный корпус подводной лодки то есть рефорсмент для подводной лодки надеюсь что начал работать в принципе также скорее всего должен теоретически заработать и экзоскелет 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 это что это такая вещь которая вау внезапно экзоскелет это то что позволяет нам кстати можно туда проплыть или нет выглядит так что можно да действительно можно так вот экзоскелет теперь тоже начал работать то есть нужно ух ты в экзоскелете даже так интересно можно ли погулять здесь мне аж сам интересно вау стыдно можно погулять не знаю насколько это опасно ну реально я хожу по самому кораблю немножко даже вау здесь повреждений нет нет ну дэм о чем не отключен кстати вау вы можете оценить масштабность катастрофы своими глазами вот вау вау даже так ребята даже так я даже заснял больше чем ожидал сегодня вау да это красиво это эпично это клево может быть что то даже внутри можно что то большее даже найти ну давайте попробуем нет все дальше я застреваю в текстурах красота на этом закончилась а жалко жалко конечно можно было бы какой-то дополнительный квест но игра развивается это самое главное и это самое интересное что игра развивается так вот так экзоскелет кстати тоже начал кажется работать и теперь для того чтобы погрузиться действительно в большую глубину вам нужен уже экзоскелет и вы уже вниз просто так не погрузитесь вот такие вот дела всем спасибо за просмотр а с вами был Реанор пока пока счастья вашему дому и до следующих эпизодов вау это круто реально круто смотрите просто реально катастрофа в полном масштабе даже не знаю даже не знаю вот прям реально неожиданно неожиданно для себя я смог обнаружить это место даже не знал что оно возможно что оно достижимо все пока пока ребят ждите следующих обзоров на экспериментальные билды счастья вашему дому кстати да да до следующих эпизодов там на своим проявляем листью